Всем аквариумистам и не только привет! Сегодняшнее видео будет о фильтрации. Пожалуй, это будет целая лекция о фильтрации в аквариуме. Видео будет очень объемным. Поэтому, либо приготовьте блокнот и ручку для записи заинтересовавшего вас, либо пересмотрите несколько раз. Из этого видео вы узнаете очень много о фильтрации, о способах фильтрации, что поможет вам максимально обезопасить ваш аквариум, сэкономит много сил и средств. Почти все способы фильтрации использовал и использую в своих семи аквариумах с содержанием без подмен воды уже много лет. Поэтому, кроме теории, поделюсь своим личным опытом и покажу наглядный результат в своих аквариумах. Видео показываю исключительно только свои аквариумы и фильтрацию в разные периоды времени. А теперь перейдем к теме. Давайте прежде всего разберемся в основных понятиях и терминах. Фильтрация воды в аквариуме. Это удаление из воды аквариума избытка как органических, так и неорганических веществ, ухудшающих жизнь гидробионтов и растений, или угрожающих их жизни и здоровью. Существует два основных вида фильтрации. Это естественная фильтрация в аквариуме, как и в любом другом природном водоеме, так и дополнительная искусственная фильтрация, организованная и осуществленная аквариумистом. Основными способами фильтрации воды в аквариуме являются механическая фильтрация, химическая и биологическая фильтрация. Сюда же можно отнести фитофильтрацию, то есть фильтрацию, осуществляемую высшими и низшими формами растений. С помощью механических фильтраций мы удаляем из воды органические и неорганические, имеющие определенный объем и массу, то есть ненужные нам отходы жизнедеятельности аквариума. С помощью химической очистки воды мы удаляем из воды ненужные нам химические соединения, элементы или изменяем химико-физические свойства воды. С помощью биологической очистки воды мы осуществляем разложение органических соединений до неорганических соединений, превращение неорганических соединений из очень опасных до менее опасных, а также осуществляем их удаление посредством естественного потребления основания, осуществляющих фильтрацию микроорганизмовых растений. Теперь поговорим подробнее о всех этих способах фильтрации в аквариуме. Начнем с главной, то есть естественной фильтрации. Многие забывают, не понимают или не знают, что основным фильтрующим материалом в любом аквариуме является грунт. Грунт – это тот же самый пористый материал в большом объеме, находящийся в аквариуме, активно заселенный бактериями и грибами, как и в любом другом фильтре. Так же бактериями заселяются в декорации, растения, стекла и другие элементы в аквариуме. Поэтому минимальный ток, то есть течение воды в аквариуме и наличие кислорода, о чем подробнее поговорим далее обеспечивают в аквариуме естественную, как механическую, так и биологическую фильтрацию. Бактерии превращают органические соединения в неорганические и преобразуют очень опасные элементы в менее опасные. При этом сами бактерии, как и растения в аквариуме потребляют образовавшиеся неорганические соединения. Механическая фильтрация осуществляется путем прохождения воды через различные пористые материалы и отфильтровывания механической взвеси различного происхождения, имеющей определенный объем в порах фильтрующего элемента меньшего размера, чем сама взвесь. Помним, что вспененное стекло, керамика, керамзит, лава, грунт и т.д. имеют пористую поверхность, в которую забивается механическая взвесь и тем самым также осуществляется механическая фильтрация, но при этом происходит забивание самих пор и постепенное прекращение или ухудшение фильтрации. Таким образом становится понятно, что чем меньше порово-фильтрующего материала или плотнее он уложен, тем лучше осуществляется механическая фильтрация, но и быстрее теряется эффективность такой фильтрации, как впрочем и биологическая, а фильтрующие элементы требуют более частого обслуживания. Химическая фильтрация осуществляется посредством укладки в фильтр различных веществ, имеющих высокую химическую активность, которая позволяет нейтрализовать определенные химические вещества или изменить их, в результате чего происходит изменение физико-химических свойств воды в аквариуме. Как правило, такие вещества не могут быть долго активны и подлежат регулярной замене, а также редко восстановимы. К примеру, активированный уголь через определенное время теряет свое абсорбирующее свойство и начинает отдавать воду накопившиеся вредные вещества, ранее им поглощенные, тем самым сам становится источником опасности в аквариуме и начинает отравлять в аквариуме воду. Биологическая фильтрация в аквариуме осуществляется путем жизнедеятельности сапрофитов, то есть микроорганизмов, таких как бактерии и грибы, преобразующие органические соединения в неорганические, которые частично сами же и потребляют для своего роста. Также биологическая фильтрация осуществляется посредством жизнедеятельности специальных водорослей и комнатных растений, которые также активно потребляют различные неорганические соединения, необходимые для своего роста. Переходим к устройствам фильтрации воды в аквариуме. Механическая фильтрация в аквариуме осуществляется путем применения различных фильтров и сооружений типа донных фильтров или по-другому с помощью фальш-дна. В свою очередь фильтры подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние фильтры бывают механическими, работа которых осуществляется за счет использования электрических механизмов, осуществляющих ток воды под давлением через фильтрующие материалы, и аэролифтными, использующими свойства воздуха, пропускаемого через фильтрующий материал и увлекающий за собой ток воды, посредством чего и происходит фильтрация. Какие фильтры лучше и для каких случаях, поговорим в конце ролика, когда сделаем логический вывод из рассмотренных основ фильтрации. Внешние фильтры можно разделить на три вида. Закрытые канистровые фильтры. Открытые фильтры-рюкзачки. Сампы, то есть многосекционные емкости, через которые поочередно проходит фильтруемая вода, заполненные различными фильтрующими элементами, и главное, с возможностью посадки в эти емкости, как комнатных растений, так и размещения в них специальных водорослей, то есть создания так называемых водорослевиков. Путем добавления вышеуказанных фильтров химически активных веществ, дополнительно и параллельно, можно осуществлять химическую фильтрацию воды. А теперь переходим к главной форме, или виду фильтрации, биологической очистки воды. И тут без знаний основ биологии и химии не обойтись. Сразу заявляю категорически и безапелляционно, проверено годами и с этим постоянно сталкиваюсь сотни консультаций. Не зная и не понимая биологической системы очистки воды в аквариуме и азотного цикла, многие аквариумисты творят дичь с аквариумами и в аквариумах. На ровном месте создают себе проблемы и потом тратят огромное количество сил и средств, в том числе денежных, на исправление своих ошибок. А чаще вообще бросают заниматься аквариумистикой. Поверьте, лень и нежелание понять эти основы раз и навсегда добром никогда не заканчивали. Ну хватит убеждений, норовоучений, переходим к биологической фильтрации. А кому не интересно, а вероятно это все прекрасно знает, может просто отмотать в конец ролика на выводы, опыт и советы. Непосредственно теперь о биофильтрации. Начну с того, что ошибочно мнение многих аквариумистов, что роль бактерий в аквариуме сводится только к азотному циклу. Никто не будет спорить, что без азотного цикла в аквариуме никуда. Но надо четко понимать, что бактерии, участвующие в азотном цикле, составляют всего чуть более половины от всех бактерий в аквариуме, то есть в аквариуме есть еще почти столько же бактерий, участвующих в решении других полезных для аквариумиста задач. Прежде всего надо знать и помнить, что все бактерии, живущие в аквариуме, можно разделить на две большие группы. Гетеротрофные и хемоавтотрофные. Гетеротрофные бактерии это бактерии, которые для получения энергии используют органические соединения такие как остатки корма, остатки растений, продукты жизнедеятельности, гидробионтов. Гетеротрофные бактерии это бактерии, которые для получения энергии и углерода используют неорганические соединения, то есть химические, азот, фосфор, бикарбонат и т.д. В свою очередь гетеротрофные бактерии делятся на два класса. Аэробные бактерии, бактерии которые используют в качестве дыхания кислород и анаэробные бактерии, которые используют для жизнедеятельности нитриты, нитраты, сульфаты, железа, марганец и т.д. Про анаэробные бактерии все, нам сейчас они не нужны совершенно. А кому интересно, у меня есть огромное подробнейшее видео про бактерии и азотный цикл. Ссылка будет под роликом. Так вот, гетеротрофные бактерии преобразуют органические вещества, представленные в виде остатков корма, растительных остатков, мертвых бактерий и т.п. в питательные вещества, т.е. неорганические соединения, которые могут потреблять для роста растения. Органические вещества, которыми питаются гетеротрофные бактерии, находятся в аквариуме в двух физических формах. Гниющий органический углерод и растворенный органический углерод. Гниющий органический углерод, состоящий из рыбных фекалий, волокнистых частей остатков растения, остатков корма, бактериями переварить труднее, чем намного более мелкий растворенный углерод. Надо запомнить, что растворенная органика, которую даже нельзя рассмотреть в аквариуме, является большим по объему запасом углерода, чем имеющаяся гниющая органика, часто видимая глазом и часто находящаяся на грунте. Растворенная органика включает в себя белки, органические фосфаты и простые сахара, которые относительно быстро перерабатываются в процессе метаболизма. Так, при средней температуре 24-26 градусов и нейтральном PH, в большинстве аквариума это происходит в течение часа. Полное разложение гниющей органики, как правило, в аквариуме невозможно и приводит к постепенному накоплению осадочного гумуса или ила. Надо понимать, что бактерии сами поглощают примерно 20-60% питательных веществ, выделяемых в процессе разложения органики на синтез своего собственного клеточного материала. При этом бактерии сами также умирают и разлагаются. Аэробное разложение, требующее кислорода, является намного более быстрым процессом, чем анаэробное разложение, т.е. безкислородное. Поэтому циркуляция воды с воздухом и фотосинтез растений стимулируют разложение за счет добавления в воду кислорода. Большинство бактерий требует нейтрального PH, потому что такой PH значительно благоприятнее влияет на разложение. В аквариумной воде с пониженным значением PH6,5 и ниже, активность разложения значительно замедлена. В таких аквариумах более вероятно накопление органики. Основная форма существования бактерий в аквариуме является статическая форма, т.е. в виде колоний бактерий, прикрепленных к любой поверхности в виде мельчайшей пленки. Наглядный этому пример бактериальная пленка, находящаяся на воде и скользкая поверхность растений, стекол в аквариуме и скользкие наполнители фильтров. Есть определенное количество бактерий, существующих в свободно плавающем состоянии, но это несравнимо меньшее количество бактерий, их воздействие на химико-физическое и биологическое свойство воды носит минимальное значение. Немного о самых главных и важных бактериях в аквариуме. Больше всего в аквариуме актина бактерий, более 50%. Эти бактерии участвуют в разложении органик, именно эти бактерии в аквариуме формируют ил. Большая часть актина бактерий это аэробные бактерии, т.е. для их жизни нужен кислород, поэтому поселяются эти бактерии в местах аквариума с хорошей аэрацией воды, такие как растения, фильтры, верхний слой грунта, стекла, декорации. Вторая по объему группа бактерий в аквариуме это примерно 10-20% всех бактерий бета-протеобактерий. К этому же классу бактерий относятся и нитрифицирующие бактерии. Как раз этот вид бактерий и играет важную роль в азотном цикле, происходящем в аквариуме, в результате чего происходит преобразование аммиака и аммония в нитрит, а потом нитрита в нитрат. Теперь поговорим о процессе нитрификации. Нитрификация это двухступенчатый процесс, при котором очень токсичный аммиак и аммоний, выделяемые в ходе жизнедеятельности гидробионтов, преобразуются сначала в токсичный нитрит, а на второй ступени в относительно нетоксичные нитраты. Нитрификация является главным компонентом биологической фильтрации в аквариуме, как посредством установленных фильтров, так и в ходе естественного процесса, происходящего на грунте или на любой поверхности в аквариуме. Нитрифицирующим бактериям очень важно наличие большого содержания кислорода, именно поэтому эти бактерии больше всего накапливаются в аквариумных фильтрах, где имеется благоприятная пористая поверхность и обильный приток кислорода. Нитрифицирующие бактерии являются хемоавтотрофными и отличаются от гетеротрофных тем, что для получения энергии они окисляют неорганические соединения аммоний и нитрит, а гетеротрофные бактерии получают энергию за счет разложения органических соединений, таких как белки и сахара. Фактически, нитрифицирующие бактерии схожи с растениями в том, что они синтезируют большие органические соединения, из которых сами состоят белки и сахара и другие из неорганических соединений, таких как углерод, железо, фосфат, азот и другие. Нитрифицирующие бактерии требуют больше кислорода, чем обычные, поэтому нитрифицирующие бактерии очень болезненно реагируют на понижение уровня кислорода в аквариуме. Еще одну важную вещь, которую необходимо знать про нитрифицирующие бактерии, так это то, что это одни из самых-самых медленно растущих бактерий. В одном источнике прочитал, что удвоение колонии нитрифицирующих бактерий происходит за сутки, а следующий цикл размножения увеличивается в несколько раз, до 3-5 дней, что ничтожно мало по сравнению с другими бактериями, безостановочно размножающихся геометрической прогрессией до исчезновения питания. Яркий тому пример, бактериальная вспышка, возникающая после добавления в аквариум сахара или спирта. Вода за кратчайший срок, за несколько минут становится мутной от огромнейшего количества разрастающихся бактерий. Кроме вышеуказанных бактерий в аквариуме и в фильтре, много других бактерий, в том числе тех, которые находятся в обычной почве. Бактерии фотосинтеза, молочно-кислые, дрожжевые, клеточные. И вот все эти бактерии присутствуют в фильтре и на поверхности фильтров. Естественно, что каждый аквариум уникален как по своему устройству и наполнению, так и по объему и активности определенных групп бактерий. Огромное значение для наполнения как аквариума, так и фильтров бактерий, естественно, имеют грунт, растения, живущие гидробионты, вид и объем фильтрации, температурный световой режим, жесткость воды, кислотность воды и особенно аэрация. Отдельно очень и очень хочу обратить внимание на вопрос насыщения аквариума кислородом в контексте фильтрации. Многие в аквариумах травниках, гонясь за концентрацией СО2 совершенно забывают про это, чем совершают фатальную ошибку. Всем известно, что концентрация кислорода в растительном аквариуме колеблется в течение суток. При средней температуре воды 23-25 градусов, насыщение воды кислородом составляет примерно 8 мг на литр. В аквариумах же с большим количеством растений и активным процессом фотосинтеза концентрация кислорода в воде в вечернее время может достигнуть даже 10 мг на литр. Ночью же концентрация кислорода падает до 4-5 мг даже при включенной аэрации, это та при средних условиях содержания. Бактерии гидробионты используют кислород необходимый им для жизни. Во время анаэробного разложения органики бактерии потребляют одну молекулу кислорода на каждую выделяемую молекулу СО2, поэтому естественный недостаток кислорода может привести к проблемам в глубоких аквариумах, аквариумах без циркуляции воды, в аквариумах, которые содержат большое количество разлагающейся органики. Наиболее серьезной опасностью для аквариума является проблема отключившегося внешнего фильтра на длительный срок. В результате чего без доступа к кислороду в фильтре погибает огромное количество разнообразных бактерий и после запуска такого фильтра без чистки может произойти сильнейшее отравление гидробионтов в аквариуме и даже их смерть. Критическое время отключения зависит от уровня загрязнения фильтра и объема живущих по там бактерий. Чем больше был загрязнен фильтр и чем дольше было отключение электричества, тем вероятнее наличие проблем после запуска фильтра. Критическое время отключения в среднем колеблется от 3 до 6 часов. Второй и главный условий, влияющий на максимально эффективную деятельность бактерий, это СО2, т.е. углерод и кислотность воды. Чем больше содержание СО2 и выше кислотность воды, тем более антисептическими свойствами обладает такая вода. Бактерии такую воду не любят. Благоприятное значение кислотности для подавляющего большинства бактерий это PH7,2-7,8. Естественно, что бактерии имеют свойство адаптироваться к разным условиям и существуют и в меньшем и в больших границах от этого значения, но эффективность их значительно хуже. Показательная температура воды в аквариуме не имеет существенного значения для жизнедеятельности бактерий. Так, при температуре 16-17 градусов активность бактерий будет составлять примерно 75% от обычных. А вот резкий перепад температуры на 3 и более градусов в меньшую сторону вызывает процесс временной температурной инактивации, т.е. замедление процесса нитрификации на 30-50%. Такое замедление может затянуться на несколько часов. Частой причиной этого является подмена большого объема воды в аквариуме холодной водой. Не трудно представить, что произойдет в аквариуме, с большим содержанием рыб, да еще если покормили рыб в этот период. Резкая, аммиачная, а затем и нитритная вспышки гарантирована. Я уже говорил, что бактерии селятся колониями на поверхности, образуя пленку. Из этого следует, что любая механическая взвесь и мусор на пленке улучшают жизнедеятельность бактерий. Именно поэтому очень рекомендуется на водозаборной трубке внешнего фильтра ставить фильтрующий элемент грубой очистки, называемый префильтром. Как и в самом фильтр на первом этапе очистки используют крупно-пористую губку для удаления самых крупных частей взвеси на входе. Кроме того, должно быть очевидно и понятно, что вымывание и чистка фильтрующих элементов в фильтрах до скрипа и абсолютной чистоты только вредит биосистеме и фильтрация, и аквариум в этом совершенно не нуждается. Поэтому рекомендуется при чистке внешнего фильтра производить поэтапную чистку корзин с фильтрующими элементами, а не все сразу. Зная, что нитрифицирующие бактерии очень и очень долго заселяют фильтрующую поверхность, понимаем, что после любой чистки фильтра на очищенной поверхности только не ранее, чем через 2-3 недели появится достаточное количество нитрифицирующих бактерий. Все остальное время фильтр будет выполнять только механическую очистку. Надо знать и понимать, что бактерии покрывают собой поверхность любого материала. Из этого следует логический вывод, чем больше поверхность, то есть площадь, тем больше бактерий. Для наглядности, если взять два одинаковых по размеру шара, но один будет из обычного стекла, а другой из вспененного, то есть будет представлять пористое вещество, то по факту кажется, что в пористом шаре окажется в тысячу раз больше бактерий. Первый главный вывод. В аквариуме должно быть достаточно кислорода для осуществления биофильтрации, и кислород должен постоянно, равномерно и достаточно поступать во все уголки аквариума или фильтра, то есть в аквариуме должен быть достаточно и правильно организованное течение беззастойных зон. Чем более пористые материалы находятся в аквариуме или фильтре, тем больше бактерий заселяют аквариум или фильтр. На этом вопрос рассмотрения механизма биофильтрации азотного цикла и бактерий можно считать закрытым. Теперь переходим к практике. Т.е. выяснение, в каких случаях, какие желательно использовать фильтры и наполнители фильтра. Прежде всего нужно знать, что мощность любого фильтра определяется либо объемом прокачиваемой воды, либо объемом прокачиваемого воздуха, как в аэролифтных фильтрах. В различных источниках существует много мнений по поводу минимального необходимого объема прокачиваемого через фильтр воды от 3 до 10 объемов аквариума в час. И все варианты по-своему верны. Аквариум не терпит категорических заявлений о каких-либо требованиях к его содержанию. Так, в маленьком по объеме и высоте аквариуме с большим количеством растений и минимальным количеством рыб можно вообще не ставить фильтр. А вот в аквариуме без растений, да еще с диким перенаселением, вероятно придется ставить протоку, т.е. постоянную циркуляцию новой воды и отток старый или сам объемом, соразмерным с объемом аквариума. Один фильтр кто-то будет чистить раз в неделю и его производительность будет минимальна, но стабильна. А другой аквариумист поставит избыточно мощный фильтр, но не будет очень долго его чистить, а постепенно понижающийся от засорения мощности фильтра ему хватит на год или больше. Поэтому ответ на этот вопрос ложится только на вашу адекватность и чистоту обслуживания вами фильтра. Мой опыт и моя практика показали достаточную мощность фильтра для среднестатистического травника с незначительным перенаселением в 5 объемов аквариума в час. Логично сделать вывод, что установка в маленький аквариум внутреннего фильтра существенно снизит его привлекательность и уменьшит полезную площадь, поэтому выгоднее в таком аквариуме использовать фильтр рюкзачок либо мини внешний. Установка в мини аквариум аэролифтного фильтра поможет сэкономить денег, исключить шум от вибраций, механических фильтров, но такие фильтры имеют малую эффективность и не подходят для аквариумов с плотным заселением гидробионтов. Сейчас я сознательно о ней упоминаю аэролифтные системы на разводе. В больших аквариумах примерно 200 литров и с большим населением тяжело будет поддерживать достаточную фильтрацию без очень частого обслуживания, не имея внешнего фильтра с корзиной большой вместительности фильтрующих элементов. Надо знать и помнить, что чем больше объем используемого фильтрующего материала и его пориста, тем эффективнее биологическая и механическая фильтрация. Но также надо скептически подходить к вопросу использования супер дорогих пористых материалов с какими-то там ультрамалыми порами. Они просто очень быстро забьются и потеряют свою функциональность. Донные фильтры дешевы и в установке и монтаже, но также страдают эффективностью очистки и сложны в эксплуатации и обслуживании. В огромных аквариумах от 500 литров и выше с плотным заселением вообще уже будет тяжело без двух внешних фильтров или сампа. По мне так сампы самый что ни на есть эффективнейший способ очистки воды в аквариуме, позволяющий сделать фактически замкнутую систему не требующую подмен воды даже в циклетниках. Но сампы всегда имеют большой размер, иногда по объему приравниваются к аквариуму и сложны в монтаже, особенно если сампа устанавливается над аквариумом и в него высаживаются комнатные растения, которые очень нуждаются в освещении и приходится еще дополнительно осуществлять монтаж света отдельно для растений в сампе. При выборе фильтрующего элемента или элементов надо прежде всего исходить из того, какая дополнительная фильтрация вам важнее. Не стоит в маленький аквариум впихивать большой внутренний фильтр, имеющий емкость для засыпания пористого фильтрующего материала для биологической очистки. У вас уже в аквариуме он есть, это грунт. Возьмите достаточный по производительности обычный фильтр с губкой для механической фильтрации. Правильно осуществите течение и рацию в аквариуме. Проблем никаких не будет. Не надо надеяться на биофильтрацию губкой, которую вы промываете раз в неделю или раз в две недели. На ней никогда не будет успевать поселиться достаточное количество нитрифицирующих бактерий. Смело такую губку промывайте под проточной водой. Сам такое всегда делал и делаю. А если устанавливаете внешний фильтр? Добрый совет. Уделите больше внимания именно биологической фильтрации, то есть наполнению фильтрующим материалом для биофильтрации, такими как керамика, вспененное стекло, пластиковые шары, лавовая крошка и другими. А засыпая их помните, что чем больше слой и плотность укладки, тем сильнее будет теряться производительность. Не надо во внешний фильтр запихивать синтепон, да еще в несколько слоев, сверху пластиковых колец для биофильтрации. Пластиковые шары приспособлены к осуществлению биофильтрации более года без обслуживания фильтра. А вот синтепон и неделю не продержится, он тупо забьется грязью и прекратится какая-либо фильтрация вообще не то что биологическая. Конечно, для достижения какого-то короткого результата и синтепон прекрасен, но тогда не забудьте производить обслуживание внешнего фильтра каждую неделю. Как по мне, внешний фильтр на то и дорогая, но очень эффективная вещь, которую обслуживаешь раз в полгода, а то и год или полтора. Но тут хозяин барин. Про наполнители фильтра можно говорить очень много. Главное понять, что на первой стадии очистки во внешнем фильтре должен быть крупнопористый материал или крупносыпучие фильтрующие материалы, позволяющие отфильтровывать крупные механические частицы грязи и разбивать поток воды. Последними фильтрующими материалами могут быть мелкопористые фильтрующие элементы, то есть на выходе. Уложенные таким образом фильтрующие элементы позволят максимально долго и качественно осуществлять как биологическую, так и механическую фильтрацию воды. При использовании фильтрующих элементов для химической очистки не забываем регулярно их менять, иначе либо они потеряют всяческую эффективность или будут ухудшать качество воды. Важное правило обслуживания всех внешних фильтров. Никогда не осуществляйте чистку сразу всех контейнеров со всеми фильтрующими элементами внешнего фильтра, дабы не нарушать полностью или не исключить на длительный период времени биофильтрации. После обслуживания фильтра не рекомендуется в течении нескольких часов кормления рыб или подмена воды. Я бы даже рекомендовал сутки не кормить рыб. То есть совместить разгрузочный день с обслуживанием фильтра, что я делаю сам всегда. Желательно использовать после обслуживания фильтров биопрепараты для активизации роста бактерий, если они конечно есть. Теперь о фильтрации своих аквариумах и свой опыт. Как говорится умного наговорила шоу самого. В моем аквариуме на 260 литров, в котором 40 литров грунта и примерно 220 литров воды, более 4 месяца после запуска был установлен только один внутренний фильтр помпа мощностью 2800 литров в час. Да, вы не ослышались, это помпа именно такой мощности. У меня в аквариуме уже тогда длительное время было огромное количество рыб. Напомню, я содержал и содержу свой аквариум без подмен воды на долине. И мне этого, одного фильтра с большой губкой хватало для этого аквариума с огромным запасом, но я замучился каждые 5 дней чистить губку, на седьмой день она просто сжималась и прилипала к фильтру от того как забивалась. Поэтому и только поэтому я облегчил себе задачу и купил внешний фильтр мощностью 1200 литров в час с объемом корзины для фильтрующих элементов 12 литров. Но даже после его установки я ставил внутренний фильтр, и он по прежнему забивается максимум за 10 дней. При этом общая, заявленная производителями мощность фильтрации в этом аквариуме теперь составляет 4000 литров в час, то есть 20 объемов аквариума в час. В чем конечно я сомневаюсь. Но это заявленная мощность. Заполнив 3 корзины с 4 керамическими кольцами, пластиковыми шарами для биофильтрации одну корзину среднепористой губкой я очень существенно понизил производительность внешнего фильтра. Таким образом, внешний фильтр я почти целиком настроил на биофильтрацию и вот уже больше 8 месяцев его не чистил, так как напор фильтруемой воды на входе почти не изменился. В этом аквариуме у меня очень много рыб и растений, поэтому внутренний фильтр помп я так сказать настроил на максимальную механическую очистку мелкопористой губкой, от чего чище раз в неделю, даже при наличии внешнего фильтра. Кроме того, за счет мощности внутреннего фильтра помпа я настроил и организовал в аквариуме круговое течение, а также дополнительную компрессору подачу воздуха. В другом моем аквариуме на 70 литров, в котором 60 литров воды у меня уже 3 года стоит фильтр мощностью 500 литров в час, то есть 8 объемов воды в час. В аквариуме тоже очень много рыб, поэтому даже имея такой запас мощности фильтра я его чищу максимум раз в две недели, иначе фильтрация фактически сходит на нет. В аквариуме сампа на окне, состоящем из 6 отсеков общим объемом 45 литров, из которых водой занято примерно 35 литров, временами либо вообще отсутствует фильтр, либо я устанавливаю фильтр мощностью 250 литров, в час, но больше не для фильтрации, а для того, чтобы он хоть как-то проталкивал воду через все перегородки сампа, и осуществилась хоть какая-то циркуляция воды. Вся фильтрация в этом аквариуме сампе осуществляется растущими в горшках с керамзитом комнатными растениями, и естественно имеющимся грунтом. Это аквариум, где почти всегда отсутствуют в воде нитраты и фосфаты, или их значения близко к нулю. Растущие влаголюбивые комнатные растения в этом аквариуме растут с небывалой скоростью и высасывают из воды все макро и микроэлементы. Это наглядный пример эффективности сампа с фитофильтрацией. В три месяца назад запущенным 100 литровом аквариуме на земле объемом воды примерно 80 литров, у меня установлен небольшой китайский внешний фильтр, заявленный производительностью 400 литров в час, то есть 5 объемов воды в час, но по факту там не более 250 литров в час. А так, как это аквариум на земле и очень активно растут растения, их очень много, то проблем с фильтрацией нет никаких. В двух креветочниках на 40 литров каждый, объем воды примерно по 35 литров, у меня установлены фильтр и рюкзачки производительностью 160 литров в час каждый, то есть примерно 5 объемов воды в час. Дополнительно в одном креветочнике установлен аэролифтный фильтр. Не от необходимости, а просто от того, что есть и надо куда-то поставить больше для аэрации, чем для фильтрации. Во всех своих аквариумах я уделяю огромнейшее значение аэрации и течения. Воду не подмениваю, грунт не сифония или сифония очень редкая и то по большой необходимости, как правило после редизайна, несмотря на это грунт минимально заимен. Какого-либо налета на грунте нет, вода в аквариумах прозрачна, показатели нитратов и фосфата в норме стремятся к нулю. Вот это и есть результат правильно организованной фильтрации. Про прозрачность воды запомнить, это совершенно не главный показатель безопасных и правильных условий содержания аквариума. В аквариуме с прозрачной водой может содержаться смертельная доза аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов и т.д. А в мутной воде с частичками мельчайшей взвеси полностью отсутствуют указанные выше элементы. Подытоживая, можно сделать главные выводы. Первая естественная фильтрация в аквариуме посредством грунта, аэрации и течении основы содержания любого аквариума. Второе. Наличие растений в аквариуме многократно улучшает биофильтрацию в аквариуме. Третье. Фильтрации много не бывает, берите фильтры с запасом мощности. Четвертое. Правильное и регулярное обслуживание фильтра – залог эффективной фильтрации. Пятое. Путем механической фильтрации мы улучшаем биофильтрацию в аквариуме. Шестое. Несвоевременно удаленные или замененные фильтрующие элементы для химической очистки воды превратятся в загрязнители воды. Седьмое. Не надо до скрипа или с моющими средствами промывать фильтрующие материалы фильтра. Восьмое. Не надо сразу промывать все фильтрующие элементы внешнего фильтра, состоящего из нескольких корзин. Девятое. Дентрифицирующие бактерии самые медленно растущие, поэтому губку внутреннего фильтра, нуждающиеся в еженедельной очистке смело мойте под краном. Десятое. Наличие любого фильтра не исключает накопление в аквариуме нитратов и фосфатов, а поэтому не забываем делать подмены воды для их удаления. Одиннадцатый. Для биологической очистки используйте максимально пористые материалы, но не ведитесь на ультра пористые и дорогостоящие материалы. Двенадцатое. Не надо при обычных условиях во внешний фильтр одновременно помечать фильтрующие элементы, предназначенные для редкого обслуживания и мелкопористые материалы, требующие замены через 2-3 дня даже каждую неделю. Это нелогично. Пожалуй на этом видео можно заканчивать. Надеюсь, что видео хоть немного вам в чем-то помогло. Не стесняйтесь, высказывайте свое мнение, делитесь своим опытом относительно фильтрации. Поправляйте меня в комментариях, если я в чем-то не прав или оговорился. Огромное спасибо зрителям и меценатам канала за поддержку. Всем удачи и чистой воды в аквариуме.